Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем тему под названием «Игровая индустрия». Ну, собственно, индустрию игровую и обсуждаем. Поговорим о направлениях развития этого бизнеса, ну и на самом деле поговорим о том, а что же это за бизнес, что же это за индустрия. Об этом говорим мы сегодня с моими гостями в студии. Антон Аграновский, основатель и генеральный директор игровой компании «Дестини Девелопмент». Добрый вечер, Антон. Добрый вечер. Хотя, прошу прощения, день, да? Ты говорил о том, что... Ну, пока еще для нас день. Для нас, да. Для нас день. В этом, кстати, некая специфика. Я сразу хочу забежать чуть вперед, видимо, да? Некая специфика игровой индустрии. И в студии Александр Фадин, руководитель направления социальных игр mail.ru групп. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. Ну, что ж, традиционное приготовление. Я напомню, телефон в студии, куда могут позвонить наши слушатели, задать сегодня нашим гостям вопрос. Это 6510996, код Москвы 495. Также вопрос можно опубликовать на сайте finam.fm. В общем, какое бы видео он ни пришел, мы обязательно на него ответим, я надеюсь. Ну, и в начале разговора я позволю себе некие, ну, не социологические, наверное, да, некие исследования этой индустрии. Не мои личные, естественно. Хотя, да, до начала эфира я понял, вы несколько скептически относитесь ко всякого рода рейтингам, подсчетам и так далее. Стараетесь их корректировать. Ну, в этом случае вы можете это сделать и сейчас. По крайней мере, цифры, которые меня очень, если не поразили, то порадовали. Во-первых, цифра следующая. Рынок игровой индустрии России превышает 1 миллиард долларов США. Это правда, да? Ну, около того, да. Возражений нет. Значит, это правда. Совокупные. Безусловно, безусловно, да. Потому что, что внутри, да, этой индустрии, сейчас, собственно, мы и будем об этом говорить. Далее, далее тоже мне было любопытно. Ну, опять-таки, некие исследования выделяют 4 основных, я бы сказал, развлекательных, что ли, да, блоки в целом. То есть, индустрии развлечений делятся на 4 группы по некоторым исследованиям. Это музыкальная индустрия, игровая индустрия, киноиндустрия и индустрия концертная непосредственно. Так вот, опять-таки, если верить этим исследованиям, значит, игровая индустрия уже опережает музыкальную. Ну, по оборотам, я так понимаю, по объемам, да. Цитирую буквально, да, эту фразу. Дышит. Куда-то можно дышать. В загривок. Дышит в загривок киноиндустрии. Ну, и, я так понимаю, в ближайшее время ее обгонит и готовы побороться с индустрией концертной, которая, я так понимаю, все-таки, да, наиболее крупная. Вот такая. Будем надеяться. Безусловно, мы смотрим. Хотелось бы, чтобы это было так. Это будет так, я уверен. Мы всегда смотрим с оптимизмом в эту сторону. Ну, а теперь у меня будут к вам вопросы. Ну, и первое из них традиционно я хотел бы попросить вас, чтобы вы объяснили, собственно, нашим слушателям, и мне в том числе, а что же это такое игровая индустрия? Саш, давай, Стивя, начнёт. Ну, давайте я попробую, да. Чтобы было такое понимание у наших слушателей, что, наверное, в игровой индустрии у нас, так, наши аналитики, вот кто считает все эти цифры, они туда собирают, наверное, всё. Всё, что связано с играми, там, это, наверное, и оффлайн-продукты, и розница, и там интернет-продажа, дистрибьюция какая-то. Онлайн-игры, конечно, без, ну, не без этого. И, наверное, сейчас они уже начали даже считать и мобилки туда. Всё вместе. Ну, это правильно, на твой взгляд? Ну, я думаю, что, в принципе, всё это такие развлекательные продукты игровые. И всё-таки, раз есть доход, значит, есть бизнес, значит, всё-таки индустрия. Ну, и туда же мы это относим, правильно? Игровая индустрия. В целом, да, это так. Многогранная такая. Посчитано всё вместе. Естественно говоря, да, есть там специфика какая-то, там есть в каждом жанре свои там нюансы, там, как это работает, как это там пользователям воспринимается. Но глобально всё-таки надо понимать, что большее-то деньги, наверное, всё-таки вот таких сейчас уже не в оффлайне, а всё-таки в онлайн-сервисах, так или иначе. Давай так, если можно, крупными мазками. Вот вся игровая индустрия, условно говоря, поделена на какие-то основные вехи, да? Вот я так понимаю, ты хочешь сказать о том, что это есть оффлайн-индустрия и онлайн-индустрия, правильно я понимаю? Ну, как бы да. Я скажу так, что, в принципе, если говорить про онлайн-кусочек, то там можно так разделить там на ММО-игры. Ну, то есть это мультиплеерные большие там игры, где люди там в онлайне друг с другом взаимодействуют. То есть, суть опять это же, да? Онлайн, это значит, вот в режиме реального времени я могу играть с кем-то, кто-то там в интернете также присутствует. Это может быть там с компьютером вы можете там взаимодействовать, может быть там с живыми людьми. Социальные игры всякие там, казуалки. Казуально, наверное, можно отнести и мобилки тоже сейчас какие-то. Можно шифровать, что такое казуальные игры? Вот я так, честно говоря, так и не разобрался. Тут я, наверное, попробую объяснить. Казуальные такие игры, может быть, помните, вот я пример часто бывает люблю приводить, это времена там 90-х годов. Вот в любом бухгалтерском компьютере можно было увидеть такие шарики игра. Конечно. Ну вот, в принципе, это самый яркий пример казуальной игры. Лучше, мне кажется, пример просто... Это я помню... Она называлась Lines. Lines, да? Я помню, было ругательство у начальника, когда он приходил вот так вот, да, народ что-то сидит там, гоняет, а что, опять в шарики играете, да? Делом вы занялись, я помню. Вот это, наверное, такие казуальные игры, вот яркий пример, что такое. Ну, социальные игры, понятно, как бы, мы их видим там в социальных сетях, воноклассник, ВКонтакте, там, так далее. То есть суть социальной игры именно в том, что она происходит в социальной сети обязательно. Точка размещения, да. Точка размещения, да. Платформа такая, да? А вот дальше, как бы, наверное, такой большой сегмент уже следующий. Это уже идут там игры на компакт-дисках, ну, то есть там PC-игры, так называемые, да. Консольные игры, это для приставок, для Xbox. Это офлайн уже, да? Это уже, в принципе, там ближе к офлайн. Вот. Вот глобально все вместе, это да, это там около миллиарда и будет по деньгам. Я здесь хочу добавить один маленький комментарий, просто для нормальных обычных людей под офлайном онлайном подразумевается не то, что мы вкладываем эти два понятия. Под офлайном люди, ну, как правило, подразумевают продажу чего-то не через интернет, то есть это дисков, некий ритейл, да, игр, в которых нету, нет цифровой дистрибьюции. Мы же в терминологию офлайн-онлайн вкладываем необходимость присутствия в сети интернет. Да, в данный конкретный момент. Да, в данный конкретный момент. Причем игры за последние десятилетия сильно модифицировались, видоизменялись, и есть онлайн-игры, в которых есть офлайновые элементы геймплея сейчас, например. То есть можно играть и в офлайне, и в онлайне. Сложно, очень много терминалов, я вот сейчас пытаюсь разобраться, да, что ты сказал. Помнишь, как тот анекдот, да, Антон, а ты сейчас с кем разговаривал-то? Повторю тогда проще. Есть игры, в которые можно играть присутствие в сети интернет или дома со своего компьютера. Ну, например, там известная такая старая хорошая игра, это «Цивилизация пятая», да, это ведь игра для одного игрока, там, или для нескольких игроков, он может играть у себя дома с компьютером, но при этом там есть такой мультиплеер, да, и он может играть через интернет. Вот это онлайн-игра или офлайн-игра? Мы такую игру считаем офлайн-игрой все-таки. А люди под офлайном, скорее всего, мне кажется, подразумевают все-таки ритейл. Это про продажу чего-то через магазин. Ну, может быть, может быть, хотя я, опять-таки, не хочу сказать, к кому я отношусь, к нормальным и ненормальным, но вот, честно говоря, у меня именно такой взгляд был. Онлайн, это значит мое присутствие. Ну, как онлайн, да, я в интернете. Оффлайн я вышел из интернета. То есть вот PC-варианты, консольные игры, это не нужно присутствие в интернете, можно купить, просто носить, давай, включить. А здесь... Сейчас там еще и тенденция такая происходит, что и консольные игры переходят в онлайн потихонечку. Каким образом? Ну, то есть те же самые приставки, они уже, скажем так, тоже шагают вперед в своем развитии, уже подключаются к интернету, и это абсолютно нормально. Более того, сейчас большое количество хороших топовых игр на приставках, которые просто невозможно поиграть, пока она не скачает обновления через интернет. То есть это становится нормой, интернет проникает во все сферы нашей жизни и перестает быть чем-то особенным, как это было 10 лет назад. Согласен, согласен. Хорошо. Я вот как раз закончу. Продолжайся. Вот, грубо говоря, если говорить про эту сумму, такую крупную, звучащую, то там, наверное, в принципе, в этой сумме будет, наверное, процентов 60, это все-таки онлайн рынок, и 40, это все-таки так вот оффлайн рынок в нашем понимании. Ну вот в том, о котором Антон говорил сейчас. Я соглашусь с этими цифрами. Действительно, это так и есть. Причем в прошлом году эта цифра была в большую сторону все-таки еще в оффлайн, или в позапрошлом, наверное, в 2010-м, в позапрошлом, в 2011-м они где-то плюс-минус сравнялись, и вот сейчас, например, в 2012-м и дальше тенденция к тому, что оффлайн-сегмент, он сокращается существенно, а онлайн растет. Ну то есть по понятной причине, да, что интернет, как ты правильно сказал, входит все больше и больше в нашу жизнь, и сейчас уже... Он доступен практически везде, становится, расширяется ширина каналов, более широкополосный доступ, людям становится проще играть, поэтому игры делают именно такими. Ну то есть понятно, что вы переориентируетесь, да, если раньше это было вот оффлайн в основном, то сейчас вы вынуждены смотреть в эту сторону, это проблема, нет? Я скажу честно за себя. Давай. Я оффлайн-то, в принципе, почти никогда не занимался. Я могу сказать тоже, что оффлайном я занимался очень немного в своей жизни. Ну это с чем связано? У вас такие настроения изначальные, или просто относительно недавно в этом бизнесе, может быть? Извините. Давайте сначала Антон расскажем о себе. Я в этом бизнесе очень давно, но изначально... Как же тебя мимо оффлайна пронесло тогда? Я изначально верил в онлайн. Я скажу, я где-то, наверное, профессионально плюс-минус начал этим заниматься в году, в 98-м. Все помнят, да, что у нас, по-моему, 2001 год считается датой официального создания интернета в России, когда он перешагнул цифру... Вступление. Да, миллион пользователей. Вот. Но уже тогда, в принципе, существовали же сетки, и продукты делались просто на очень ограниченную аудиторию, но это все равно было онлайн. У тебя, видимо, некое чутье было, что вот в этом направлении будет развиваться индустрия. Я прошу прощения, мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш разговор. Ну что ж, продолжаем наш сегодняшний разговор. Тема программы «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Игровая индустрия. Мы говорим о направлении их развития, бизнеса, о том, что он себя представляет, ну и обо всем с этим связанным. В гостях, напомню, сегодня Антон Аграновский, основатель и генеральный директор игровой компании Destiny Development, и Александр Фадин, руководитель направления социальных игр Mail.ru Group. Значит, первой части мы попытались, да, картину маслом нарисовать, что же такое этот сам игровой бизнес. Ну и, судя по всему, это такая внушительная история. Один миллиард долларов чего стоит. Антон, ты как раз рассказывал, да, перед тем, как мы ушли на новости. Почему я начал заниматься онлайном. Ну то есть ты пришел-то во времена, когда еще об интернете так даже слыхом не слыхивали особо. Повторю коротко. Заниматься начал, потому что это гораздо интереснее. Взаимодействие пользователей, особенно тогда, на заре игровой индустрии, это было нечто магическое. И завораживал, этим было интересно заниматься, даже без денег. Вот, собственно говоря, поэтому тогда и начинали этим. Я понял. Ну а история? Ну у меня история такая, несколько похожа по срокам с Антоном. То есть интернет, скажем так, начал заниматься разработками под интернетом еще как раз до официального признания интернета в России. Еще были как раз есть такие фидо, и все. Тебя тоже заставил фидом. Потом довольно долго занимался всякими разработками для крупных компаний, таких именно интернет-сервисов разных. А потом как-то так жизнь сложилась, что попал, скажем так, в струю, когда вот как раз только начали появляться такие игры уже, немножко там, другой формации. Но, кажется, опыт большой, плюс есть понимание, как это работает, потихонечку нашли. И вот как-то раз-раз-раз, и довольно успешно. Это здорово, когда в струю попадаешь. Причем мы здесь до эфира с Александром, я этого не знал, и он этого не знал. Быстро выяснили, что у нас у обоих медицинское образование первое. Неожиданно так. Вот как бывает. Интернетом может заниматься каждый. Нет, это понятно. И более того, наверное, и связи прямой нет. Но вот логика, да, человек после окончания медицинского вуза попадает в индустрию игровую, связанную. Есть здесь логика какая-то? Или просто так судьба сложилась? Я думаю, что это судьба, да. Ну ладно. Итак, вернемся к нашему разговору. Я, ну давайте так, вместе продолжим рисовать картину о том, что же такое рынок игровой индустрии. Значит, мы говорили, что две большие группы онлайн, оффлайн. Соответственно, каждый решает свои цели. Давайте более мелкие какие-то возьмем вещи. Вот меня интересует как раз, если можно по подроби расскажите, в чем специфика социальных игр. Существуют так называемые казуальные игры, да, как мы говорили, PC-приставки там и прочие вещи, консольные. И вот то, что вы не упомянули, но, может быть, по разным причинам, ММО игры вот такое. А Саша сказал про нас. Сказал бы, конечно. КММО как раз, наверное, самый интересный. Да? Вот. Саша, если можно, поподробнее. Наиболее вкусный для нас. Так, давай. А, ну давайте я про социальные игры начну. Социальные игры, понятно, то есть это некое, скажем так, второе рождение тех самых казуальных игр сначала было. То есть это люди переводили, скажем так, игры, которые были известны там на протяжении каких-то там, нескольких там, наверное, уже... Десятилетий, да? Ну не десятилетий, но лет 5-6 точно были. Довольно много людей там скачивало игрушки себе на компьютере, там вот тот же самый Lions, как пример. И довольно такая большая индустрия была. Потом с появлением социальных сетей, социальные сети задумывались о том, как, собственно говоря, развлекать своих пользователей, помимо там всего остального, что там есть вообще... Ну не развлекать, наверное, а все-таки привлекать. Да я думаю, что, кажется, социальные сети, когда только появились, это впервые все игры как таковые, они еще не думали о деньгах, думали, кажется, все-таки какой-то такой элемент развлечения в первую очередь. Это потом, можно сказать, так получилось. После старта счастливого фермера в России. На нем, да, самый интересный пример получается. Это варианты, когда сначала все бесплатно, а потом вдруг неожиданно, да, ты заходишь по привычке, а тебя требуют... Нет, это как раз казуальная модель. Это как раз модель казуальной игры, когда там все бесплатно, потом однажды ты доходишь до какого-то конца уровня, а потом просто тебе говорят... А теперь 10 долларов и игра дальше. Самое интересное, но для этого нужно немножко заплатить. Социальные игры немножко по-другому, то есть судя, скажем так, по цифрам, по деньгам, по общему обороту, если говорить, то это они как-то почти приближаются в свое время к ММО-играм по рынку, по объему. Поэтому, если говорить про формат потребления, то это все-таки такая среда для развлечения на работе, я ее так больше называю. Довольно большой сегмент. Вообще звучит, конечно, да, не очень ласкает слух. Развлечение на работе. Ну, то есть действительно получается так, что пик посещения и пик, скажем так, активности происходит именно в дневное время, в рабочее время. Соответственно, грубо говоря, люди, кто-то там во время обеденного перерыва, кто-то вместо обеденного перерыва, кто-то вообще во время работы это делает. Не просто так все крупнейшие компании на заре старта соцсетей позакрывали к ним доступ. Совершенно верно. Активность довольно большая. Вот. А почему социальные? То есть помимо того, что это потребление точки в социальной сети самой находится, так еще и, собственно говоря, вы, когда играете в эти игры, вы взаимодействуете с теми людьми, которыми вы, скажем так, общаетесь в социальной сети самой. То есть некий такой социальный граф у вас все время перед глазами. Ну, тут одно с другим получается, что вы вроде как играете в игру, в то же время вы можете взаимодействовать с реальными людьми. Там подарочки всякие, там комплименты, все что угодно, помощь друг другу. А здесь у вас ведь есть некое взаимодействие, да, с социальной сетью непосредственно. Понимаешь. Вы находитесь внутри, да, по факту. Ну, это вот такой вот кусочек, да. За казуальные игры, если говорить, то по деньгам, конечно, на сегодняшний день это совсем мало денежков. То есть это прям печальные цифры, они не растут уже в 2010 год. А с чем связано это? Вы знаете, вот большинство людей, которые употребляли казуальные игры, они нашли все в социальных играх. То есть там, ну, намного интереснее, более длинный путь жизни, как бы, да. А казуальные игры, они были все-таки до появления в социальных сетях массового такого формата. То есть можно говорить, что они отжили, да. Это трансформация жанра. Просто-напросто. То есть просто те, кто занимались раньше казуалками, они потихонечку сейчас занимаются уже социалками все. Ну, кто-то уже там мобильными играми начал заниматься следующим этапом. Вот. Про ММО, я думаю, что лучше вот Антон расскажет. Да, давай расскажи. У нас есть разделение. Это нормально. Саша больше разбирается в социальных играх, поэтому я молчу и только вставки добавляю. ММО можно разделить на два больших блока. ММО – это некая аббревиатура, да? Да. Какая-то английская. Многопользовательские игры, онлайн. Мультиплеер, массив, онлайн геймс. Два больших, собственно говоря, сегмента, да. Два пласта. Это клиентские и браузерные. В чем отличие основное? Основное отличие заключается в том, что игроку в клиентских играх нужно на свой компьютер, ноутбук или персональный домашний компьютер, поставить какое-то конкретное приложение, клиент. И через него он осуществляет доступ в игру. А браузерные игры же доступны из вашего браузера. Извини, пожалуйста, а вот это приложение, оно платное? Это следующий вопрос. Хорошо, извини. Да. Значит, браузерные игры, они позволяют зайти почти практически с любого устройства, через ваш браузер, интернет-эксплорер, Mozilla, Opera, через… То есть логин-пароль ввел, да? Да, Google Chrome через любое устройство. Сейчас логин-пароль это уже не обязательно. Есть коннект через социальные сети, такое вот сращение ММО с социальными межами. Я вижу всегда, да, там, зайти через эту, зайти через… Через Facebook, там, через ВКонтакте, это удобно, да. Вот. При этом, если браузерные игры, как правило, бесплатные, распространяются по модели фри-то-плей, то клиентские игры, которые устанавливаются, у них есть несколько моделей распространения. Ранее, там, еще 5-6 лет назад, самые хорошие топовые игрушки и средние, среднего уровня игры распространялись по подписке. То есть ты должен был заплатить, чтобы в них играть. Клиент искачивал бесплатно, а иногда его надо было тоже купить. Ну, тогда тебе подписка, как правило, дарилась в подарок на первый месяц. И ежемесячно вносить платежи. Ну, например, как известная во всем мире игра World of Warcraft. А потом появились клиентские игры с бесплатным доступом. Ну, например, вот есть очень популярные игры у Mail.ru, это Allody, Perfect World, они бесплатные, фри-то-плей так называемые. Бесплатно для игры. А в последний год, где-то полтора, стала распространенная модель Pay-to-Play. Это модель, при которой тебе нужно один раз купить клиент, один раз купить доступ и дальше играть бесплатно. Вот так распространялась недавно, стартовавшийся в августе, по-моему, хит, Guild Wars 2, сделанная в Америке. Вот если поделить деньги между этими играми, то в браузерном сегменте где-то, наверное, треть, а две трети находятся в клиентском сегменте. И если мы их сложим суммарно, то процентов 30 от всего рынка, 25, находятся вот именно в этом сегменте. Если я вот, наверное, не ошибаюсь в цифрах, но Саша меня поправит. На сегодняшний день, наверное, на 12-й год, мы можем говорить о сумме плюс-минус диапазоне от 250 до 350 миллионов долларов годовой оборот. Вот в этом диапазоне мы находимся. И каждый год, в принципе, эта цифра росла. Росла до? До этого года. Что будет дальше, немножко непонятно, потому что появились мобильные игры. Это новый тренд, новое направление. Они ведь тоже онлайн, хотя бывают и оффлайн мобильные. Извините, пожалуйста, здесь ключевой момент. Мобильное вот это слово. Это то, что связано именно с носителями, да? С телефоном, айпадом, айфоном, любым устройством на оси Android. Вот сейчас всякие Google фоны выходят и так далее. То есть то, что ты носишь с собой. Более удобное, простое, чем ноутбук или... Домашний компьютер. Да, домашний компьютер. Я правильно понимаю, смотри, как я вижу, по крайней мере. То есть через браузер зайти в игру просто. Просто. И бесплатно, что главное. И причем с любого устройства. И с любого устройства, да. А клиентский вариант, он требует, ну, некого обеспечения, то есть уже сложнее, он требует иногда денег, да? Все верно. Все верно. Все так и есть. Все так и есть. И, собственно, вопрос-то какой, да? Пользуется ли... Популярность. Популярность клиентский-то вариант. Да, конечно. Потому что там что? Качество лучше? Качество графики? Да, конечно. Для чего я... Извини, да, вот вопрос этот. Для чего я усложняю себе жизнь, да еще вынужден платить деньги? Что я получаю? Дело вот в чем. Что такое клиент по факту? Это совокупность определенного программного кода, ну, то есть чего-то, что написали программисты, и графики в основном. Чем более красивая графика, тем больше весит клиент. В принципе, есть сейчас уже технологии, которые позволяют играть через интернет без скачивания клиента и получать такое же качество графики. Но тогда вам нужно иметь очень большой канал. То есть обмен данными в вашу сторону будет серьезным. И это еще не все регионы могут себе позволить. Ну, может быть, в Москве, и Санкт-Петербурге. Потому что тем более мобильный интернет, наверное, здесь... Да, мобильный интернет тоже пока еще не настолько хорошо развит, чтобы можно было им воспользоваться. Именно поэтому клиент. Клиентские игры, хорошая графика, как правило, это большие деньги в разработку. Потому что, опять же, графика хорошая. Долгий период разработки это 3-5 лет. Это не так быстро, как браузерные. Браузерные делаются быстрее до полтора-два года. Вот. С точки зрения бюджетов разработки это, наверное, интересно. Хорошая игрушка, так называемая AAA, это верхний статус клиентской игры. Как вот в недвижимости есть, да? Класс А, класс Б. Вот здесь у нас есть такое понятие AAA, это максимально топовая игра. Ее ценник может легко начинаться от 40 миллионов долларов и заканчиваться 150, 200 или даже 300. Это только чтобы сделать ее. Чтобы разработать и запустить. Да, еще туда вложим поддержку, маркетинг и все остальное. Ну, это в эту же сумму или плюс еще к 150? По-разному, смотри, какой рынок. Смотря откуда мы начали считать. Это серьезные деньги. Да, это большие деньги. Сравнимо с производством фильма хорошего. Да, да. И тем более, если ты говоришь о пяти лет, да, о пяти годах, собственно, создания этого фильма, ну, хороший, наверное, может и так же делать. Но сейчас в Голливуде, мне кажется, фильмы больше года-двух уже не делают. Конечно. Это уже просто нерентабельно, если пять лет, это какие-нибудь авторские, да, произведения, еще как в прошлые времена, отлежавшиеся на полке хорошенько. Все клиентские игры, выходящие сегодня, являющиеся топовыми, начинали, начиналось производство года три назад. Антон, сейчас слушаем новости на Финам.фм, про то мы продолжим. Итак, в эфире Финам.фм, программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем наш сегодняшний разговор на тему игровой индустрии. Напомню сегодняшних гостей. В гостях в студии Антон Аграновский, основатель, генеральный директор игровой компании Destiny Development и Александр Фадин, руководитель направления социальных игр mail.ru.group. Телефон в студию, уважаемые слушатели, для вас напоминалка 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Некоторые из них уже есть. И давайте я зачитаю вопрос нашего слушателя Ивана. Ну, скорее, не вопрос, а его мнение, может быть, даже его субъективное мнение. Он попросит прокомментировать, да, друзья? Значит, учеными доказано, пишет Иван, что те, кто играют в онлайн-игры, именно онлайн, подчеркивает Иван, у этих людей уровень интеллекта ниже, чем у человека, играющего в оффлайн-игры. Они более подвержены влиянию со стороны и более мнительны. Вот, видимо, такой аргумент. Прокомментируете? Давайте я попробую. Да, Саша. Я, к сожалению, кажется, вот всегда меня интересует, какие ученые изучали. Ну, вот я, кстати, тоже хотел сказать, ну, на слово не будем верить. Где, Иван, может, он сам ученый и сделал такой вывод? Нет, есть такая фраза британскими учеными. Есть логика в этом? Да, да, да. Британскими учеными подсчитано. Да, так вот. В этом логика есть? Как вот? Я к тому скажу, что оффлайн-игры, по сути, как говорится, я не знаю, действительно, тут вопрос такой, что какие игры они замеряли, действительно, на чем они смотрели. Потому что, если говорить про оффлайн-игры, да, там есть сюжетная линия, там есть какая-то прямая цепочка, человек идет по одному там, набору там, квестов, там, сюжетов, да, и какие-то там события, заложенные изначально там архитектором там игры, условно, да, там, геймдизайнером. А он их там испытывает. Онлайн-игры тоже есть совершенно разные. Там есть у нас, например, такой экшн-шутер, там, Warface, да, где, в принципе, происходит живое событие, командное, то есть командные сражения, полевые сражения, то есть и довольно много всяких событий, действий и так далее. Есть же онлайн-игры, где, например, там, вот браузерные игры, например, где для того, чтобы там куда-то пройти, действительно что-то достичь, нужно столько всего пересчитать и понять, то есть, грубо говоря, что человек просто, ну, с низким уровнем интеллекта, он далеко не уйдет в этой игре абсолютно. То есть он либо будет идти там по цепочке, либо он будет действительно искать какие-то модели более быстрого продвижения. Поэтому тут, наверное, как бы по-разному. Я вот в пример приведу в другую ситуацию, то есть я, в принципе, уверен, что все-таки люди, которые взаимодействуют регулярно с какими-то такими активными событиями в жизни, то есть там, ну, как игры, например, да, они все-таки более, немножко, скажем так, более какие-то, не знаю, способны, наверное, к каким-то быстрому принятию решений, более такие реактивные. Я просто недавно тут читал исследования по поводу, в Японии, по-моему, проводили маленький тест на людях 70 лет, по-моему, если не ошибаюсь, в возрастах мужчины. Часть из них ездил на работу там в Японии там на машине, часть из них там пересадили на мотоциклы. Так вот люди, у которых, как говорится, ездили на мотоцикле каждый день на работу, там в течение месяца, по-моему, да, у них уровень IQ, то есть интеллекта, да, он поднялся там на 15%, на 12%. Только за счет того, что люди постоянно находились в стрессовой ситуации и должны были смотреть за события на дороге. Ну вот в этом, да, в этом есть. Обостряются, да, некие рецепторы сразу. Да, я к Сашину мнению, я с ним полностью согласен, хочу добавить еще одну очень важную вещь. Наш радиослушатель тоже в чем-то прав, а может быть во многом. Из-за того, что игры, в принципе, делаются, естественно, для зарабатывания денег, это целая индустрия, их делают максимально казуальными, максимально доступными широким массам людей, чтобы и дети могли играть, и женщины, и мужчины, все возрастные группы. А когда ты начинаешь затачивать игры под все возрастные группы, ты их делаешь максимально простыми. Или, как заметил пользователь, отупляющими, да, правильно. Вот. Простые действия, одна большая кнопка, и да, действительно, это тенденция индустрии делать простые игры для всех. Такие игры, конечно, от них уровень IQ не поднимется, но при этом есть сложные элементы геймплея игр, которые пройти с первого раза... Ну, то есть, в любом случае, если кому-то показалось это слишком простым, у него есть возможность подняться на более высокий уровень. А теперь вот вопрос, который мне очень важен, хотел бы узнать ваше мнение. Кто они, люди, которые играют? Кто они, эти люди? Причем, опять, с какой точки зрения? Кстати, Иван вот некоторое время назад он этот вопрос опубликовал, но сначала мне показалось, что это не в теме немножко. Давайте вот еще пошире возьмем эту картину. Мы говорим об игровой индустрии, в принципе, вот о том, о чем говорим, да, о неких электронных, да, носителях или, так сказать, оффлайн-варианте, онлайн-варианте. А сюда уже, наверное, можно в игровую индустрию еще и отнести то, с чем боролись, да, безуспешно, мне кажется, но тем не менее, боролись с игровыми автоматами, с казино, ну, с подобными вещами. И отсюда, извини, я закончу, и отсюда мы имеем термин под названием игромания, который вот на уровне подсознания, на уровне психологии очень... Во-первых, хотел бы, чтобы мы не смешивали ни в коем мере гэмблинг и игровую индустрию развлечений, онлайн-игровую. Это разные вещи. Совершенно разные вещи. Вот это главное. Вот это главное. Основное отличие, у нас нету выдачи денег играющим людям, они платят исключительно за время пропровождения, как они сходили в ресторан, в клуб, очень многие люди это путают. И людей, занимающихся разработкой игр, частенько обвиняют в преступной халатности, в... Вы заставляете отвлекаться, не работают. Кстати, да, на работе, вместо того, что работают, они занимаются ерундой. В мошенничестве, еще в чем-то. Ну, боже мой, а мошенничество. Забывая о том, что доступ абсолютно свободный, и пользователь, особенно в бесплатные игры, получает этот доступ бесплатно, проводит время бесплатно, и его платеж это некая благодарность за качество продукта или попытка получить в этом продукте нечто большее. это огромное заблуждение, которое присутствует на рынке, что мы, как казино, можем нанести играющей аудитории какой-то ущерб. Ущерб. Когда люди идут в кино, они же не думают о том, чтобы пойти туда бесплатно, не заплатить денег, и труд целой бригады людей, которые потратили год жизни, режиссеров, операторов, актеров, не оплатить. Вот почему-то к игровой индустрии есть вот это непонятное отношение, особенно среди подросткового населения. Это проблема большая, и те, кто управляют играми, оперируют играми, с этим сталкиваются каждый день. Я думаю, что у тебя с Анатоном соглашусь абсолютно. Если мы просто поговорим за социальные игры, так немножко ускоримся. Есть такой момент, что социальные игры, они настолько безобидны, что по своему формату, в отличие если в ММО играх каких-то, может быть, условные на силе, так скажем, присутствуют. Населее, Да, ну условные какой-то. Файтинги, шутеры. Файтинги, шутеры, да, какой-то там, так далее. А в социальных играх в принципе вообще настолько все безобидно, знаете, покормить овечку, причесать коровку и так далее. Во-первых, там никакой нет такой агрессии, как таковой, это первое. А второе, то что... А в чем кайф? Залезть в социальную естественно, найти игрушку и причесывать коровку, сидеть. Так и тут как раз и вопрос о том, что она называется социальной игрой не просто так, а социальный граф. И там возникает некая такая конкуренция между тобой и твоими друзьями. Словно, кто лучше причесал коровку, кто больше коровок. Ну, представьте, вы там живете, у вас там сосед по даче, да, или там сосед по квартире, по дому даже, соседник там, вот вы там заходите в игру, смотрите, а вот Василий Петрович, он уже там, вон что себе настроил-то. Да, да, да. А я вот как раз еще ничего не сделал. То есть мне понравилось, я тоже буду там пытаться переплюнуть там Василия Петровича. Тем более, это существенно проще и дешевле сделать, чем в реальной настоящей жизни. Конечно. А каждому бы хотелось бы построить свой замок замкадом, вот, а некоторым бы хотелось бы и домкада его построить, да, и причесать не один десяток коровок. Опять же, есть такой принцип, как пирамида маслоу, да, то есть мы все про нее слышали, там знаем, что, как говорится, после того, как человек там насытил свои там необходимости ниши уровня, да, то есть у него там есть там необходимость там общественного призвания и социального статуса. То есть это, в принципе, один способ, да, как раз? Как раз, как бы основное, что заставляет людей часто играть. Второй момент, да, безделие, там нечего делать, просто отдохнуть, там еще что-то, там расслабиться или еще что-то в таком формате. Поэтому, говорится, тут разговор о том, что игромания как таковая, она, вот, Антон правильно абсолютно говорит, то есть гемблинг, это совершенно другое. Я понял, вот это главное. Игромания так же страшна, как и меломания. Вот люди слушают музыку постоянно и везде. Мы же не говорим, что это плохо, правда ведь? Но вот игромания как таковая для нашей индустрии отсутствует. Это не проблема. Это нормально. Я понял. Спасибо огромное. Это был очень, очень интересный вопрос, ну, важный, как минимум. Еще один вопрос от слушателя Андрея. Специалисты какого профиля востребованы в индустрии? Это первая часть. И вторая часть вопроса, что, на ваш взгляд, делает игру интересной? Ну, может быть, в большей степени, да? Потому что много, наверное, составляющих. Игровая механика предлагает он, то есть набор действий, да, чтобы мне было интересно туда-сюда зайти. Или, вот слово мне непонятное, но Андрей со знанием дела пишет, нарратив. История, повествование, сюжет расшифровывает он. Ну, давайте первый. Специалист какого профиля? Ну, учитывая, что у вас есть, да, диплом. Давайте, наверное, с самого начала. Какие вообще специалисты есть? Есть управленцы? Есть люди, которые занимаются графикой, есть люди, которые программируют сами игры, то есть пишут код. Ну, вот можно глобально разделить на три части, есть еще люди, которые занимаются комьюнити, работают с пользователем. Ну, четыре части. Все они очень востребованы. Хороших специалистов, которые могут управлять проектами и придумывать их, там, геймдизайнеров, практически на рынке нет. Единицы, мы все за них деремся насмерть. Да ты что? Вот. Я тут, извините, подержу Антон. Я вспомнил, я тут подрался на днях. Да-да-да, этот рынок как раз, он правильно говорит, что как раз вопрос с геймдизайнером, он всегда актуальный, а сейчас он особенно острый, скажем так. А что? Нет специальных заведений. А сколько хороших писателей и художников. Композиторов. Да, вы знаете. То есть это на этом же уровне, Абсолютно точно. Высокоуровневый, профессиональный, талантливый геймдизайнер, это человек, который может, во-первых, зарабатывать очень большие деньги. Ну, надо было быть. Второе, за него идет драка насмерть, и мы все время друг друга приглашаем на работу. Причем так это происходит. На уровне даже топ-менеджеров, как правило, все-таки в этой индустрии топ-менеджеры являются геймдизайнерами, ну, как правило, или разбираются в геймдизайне очень хорошо. То есть умеют сами писать и понимают, что происходит в проектах. Мы так периодически друг друга иногда в шутку приглашаем на работу, но нет специалистов. Их практически нет. Либо этих специалистов мы знаем в лицо, что называется. Они уже где-то работают. Да, и созваниваясь. Где там Иванов-то? Он сейчас вот... По сути, так и есть. Так и есть, да. Здорово. Ну, я понял, вот это самые востребованные, да? Но помимо этого, Антон, продолжай. Люди, которые могут делать качественно, быстро и без большого вмешательства менеджера, руководителя проекта, то есть они понимают сразу, что необходимо сделать. Очень немного. То есть не надо над ним стоять, да, и там рассказывать вот это. Совершенно верно. Программистов, которые могут создавать продукт без ошибок, то есть что пользователи... У нас же ведь пользователи в основном на что жалуются? На некачество кода. Они про графику ничего не говорят, про геймдизайн говорят иногда, но реже. А как правило, они жалуются на то, как подан им этот продукт, насколько качественный. он работает, насколько много в нем ошибок. А это качество кода, то, как он писался, то, как он тестировался. Но так как тестировать в принципе игровые приложения, рассчитанные на миллионы аудиторий, даже вот небольшой фокус-группой в 50-30 человек, там, не знаю, в 100 человек, невозможно, ну то есть 100 человек не может найти то же самое, что найдет миллион. Всю комбинаторику механизмов проверить невозможно. Невозможно, да. Вот, ее проверяет только аудитория. Поэтому, конечно, случаются ошибки. Хотя могу сказать, что... Извини, бывают ситуации, да, когда вы уже готовый продукт, значит, отправили в аудиторию, да, клиенты уже его юзают, пробуют, а потом, так сказать, обратная связь, говорят, вот здесь вот то-то, то-то, и вам приходится... четвертое звено, как раз, о котором Антон говорит, комьюнити, да, так называемый, он играет очень большую роль в этом во всем. И, соответственно, приходится, да, усовершенствовать, переделывать. Успокаивать аудиторию. При этом она реагирует очень негативно, очень агрессивно, я думаю, Александр со мной согласится, она воспринимает это как личное оскорбление, не понимая, что, в принципе, технически выдать в тот срок, в который они хотят получить обновление, обычно, они хотят в среднем две недели же у вас где-то плюс-минус. У нас, да, таймлайн идет в две недели. Таймлайн у нас тоже самое, две недели. Раз в две недели человек хочет получать новый контент, новое... Произведение искусства. Произведение искусства, новое развлечение. Его же надо разработать, оттестировать и дать им. Это очень сложно. Они не понимают, реагируют очень бурно, агрессивно, всегда обижаясь, иногда пытаясь подавать в суды, всегда эти суды проигрывают. Именно поэтому у вас есть специальные люди, которые... Обслуживают, конечно. Спасибо. Сейчас еще раз слушаем новости на Финам.фм. Итак, друзья мои, мы продолжаем наш разговор. Говорим сегодня об игровой индустрии. Ну, гостей я еще раз представлю в конце, потому что времени не так много осталось, а тем, как оказалось, еще огромное количество, мы за эфиром даже не устаем разговаривать. Давайте продолжим. И, соответственно, мы сейчас коснулись вот некой целевой аудитории. Ну, поговорили, во-первых, что важно, да, принципиальное отличие того бизнеса, о котором сегодня идет речь, да, бизнеса, который... в результате дает психологические сбои, да, под названием игромания. Это разные вещи, и я акцентирую еще раз внимание наших слушателей на этом. Я бы хотел вот о чем с вами поговорить, уважаемые гости. Кто он, потребитель ваш, ну, типовой, или, может быть, эти, так сказать, в зависимости от предложений, да, для социальных игр, вот этот потребитель в основном. Давайте, да, начнем с социальных игр. Ну, во-первых, как бы есть такая история, да, что многие думают, что это подростки, дети и так далее. На самом деле, как говорится, если говорить про действительно тех, кто наиболее активно и наиболее, скажем так, участвует во всех процессах, что во время игры, что после игры, там, в комьюнити, это в основном, как бы, женщина... А после игры, извини, это что такое? Это обмениваются мнениями? Да, меж собой общаются, пишут там в комьюнити, находят все друзья, общаются между ними, пишут нам, там, у ребят, вы как здорово, там, сделайте вот это и так далее. Очень много, на самом деле, правдобращений. Это, в принципе, женщина, так вот, в среднем, там, 35-37 лет. То есть, это как бы такой средний... Не, есть и мужчина, понятно, но все-таки это возраст, в первую очередь, то есть, все-таки за 23 года, в первую очередь. Ну, то есть, уже осознанно, как минимум, да? Вот это такая самая активная аудитория, там, по социальным играм. Если говорить за, за, там, те же самые, там, умирающие, там, скажем так, ну, если можно так сказать, казуальные игры, то там, в принципе, та же самая аудитория была. То есть, они переместили, она просто трансформировалась из одной аудитории, в другую, вот, то есть, вот, за ММО игры, я думал, лучше Антон скажет. в ММО чуть-чуть другая картинка, но основная аудитория находится в возрастной группе 18-25, а основная платежеспособная аудитория находится в возрастной группе 25-32, вот так. При этом, достаточно большая аудитория находится на грани 18 лет, то есть, она вторая по значимости аудитории, это 16-18 лет, подростки. Это связано с тем, что клиентские ММО, они сейчас более, есть такое понятие экшн, они более динамичные. Это шутеры, это файтинги, и это фэнтезийные миры. Ну, просто по специфике, по своему жанру, они более интересные, более молодой аудитории. Вот и все. В браузерные игры играет, сейчас это такая тенденция, очень много людей после 45 лет. Платят большие деньги, огромные иногда деньги, но при этом себя ведут хуже, чем дети. Ну, в этом тоже есть определенные. Определенные объективные величины, как говорится, седина в бороду без ребро. Хорошо, а вот коснемся еще раз некого имиджа, что ли, геймера, ну, такой устоявшийся, да. Сейчас вот за эфиром мы опять вспомнили то, как стоят дела в Корее, в частности. Логика тоже в этом есть, этого сравнения. Ну, вот я хотел на это сделать акцент. То есть у нас традиционный геймер, это действительно молодой человек, такой ботаник, который ночами, или сутками напролет сидит в этом компьютере, что-то там жмет, отрешенный от мира, мама с папой его ругают периодически, иди в школу, заставляют учиться. Все точно так, но так было 8 лет назад. Вот, вот. То есть у нас есть налицо, у нас есть положительные тенденции, когда все меняется. Конечно, меняется портрет абсолютно. Как он выглядит сейчас? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что это действительно не студент, все-таки надо понимать, что это не ребенок абсолютно. То есть, нет, конечно, есть такие вставки, не без этого. Я согласен. Вот. Но это действительно человек, который уже где-то работает, он уже, как говорится, образованный, потому что, во-первых, все-таки интернет такая вещь, которая позволяет людям действительно получать много информации, весьма. То есть не только там о том, что грубо говоря... Слушай, я думаю даже по-другому. Сейчас портрета уже нет. Это человек, родившийся в нашей стране, имеющий доступ в интернет и имеющий небольшое количество средств или большое количество средств, но которых хватает уже на доступ в этот интернет там круглосуточно. Вот все. Это дальше может быть женщина любого возраста, подросток, состоящийся мужчина, глава семьи. Не имею права разглашать информацию о наших игроках, но могу отметить, что большое количество власть имущих людей, не называя специальной должности, играет в наши игры, занимающих очень серьезные посты в нашем государстве. Просто потому, что люди должны отдыхать, это нормально. Они же в кино ходить могут, но и в игры играть могут. Я даже пример такой приведу. У меня есть очень близкий товарищ, который действительно занимается довольно крупными делами, скажем так, но он играет в онлайн игры, но мой вопрос, а почему ты это делаешь? Я прекрасно понимаю, что это мой отдых, я готов за него платить, меня это вполне устраивает. Ну, то есть, это такой вариант, да, ухода от какой-то сиюминутной реальности в реальную... Снятие стресса, снятие стресса. То есть, надо отвлечься просто, и вот этот замечательный способ. Да, и просто, Антон прав, то есть, то, что это сейчас заслупнут, действительно, интернет есть везде, то есть, если там во время, когда мы начинали с Антоном, скажем так, заниматься своим трудовой практикой, да, то интернет-то был, как говорится, во-первых, прерогатива такая, лакшери сегмента, скажем так, и компьютер был там один на сто человек, наверное, дай бог. Еще какой? Еще какой? Да, я помню это время, у меня был БК-0010, такой компьютер, на магнитофон, кассеты вставлялись, значит, на ленте магнитной туда, и шли игрушки какие-то, ко мне собиралось человек по 25, и деньги люди платили, то есть, сидели дома у меня, платили деньги, но может не очень большие, в ате времена, чтобы добраться к этому месту, и поиграть, в очередь, знаешь, оплачиваем, это же творилось, конечно, безумие, сегодня этого нет. Ну и надо вспомнить, сколько времени, это прошло, да? Хотя не так, что много, если так подумать. Всего лишь, конечно, всего лишь. Времени действительно прошло очень немного, а изменения очень сильные. Шагами мы, семимильными идем. Ну, я еще один вопрос прочту, предположу, что он не очень приятен вам, ну и в принципе, наверное, он такой неприятный для россиянина. От Ивана, он главный у нас сегодня, ньюсмейкер. Иван пишет, Россия, массовый рынок, пораженный пиратством. Как поправить свою карму и привлечь иностранных разработчиков в Россию, а то наши разработчики. Ну, в общем, вот все остальное я снимаю, мы говорим о пиратстве. Я скажу так, на самом деле, вот с онлайн-играми, там, вопросы с пиратством, они такого остро не стоят, потому что все-таки контролируются на стороне разработчиков всегда, серверные части. Касаемо того, что как привлечь больших разработчиков в Россию, они все есть давно здесь. То есть, как говорится, это не какой-то там изыск или еще для кого-то. Я полностью согласен. И сейчас с гордостью скажу. А максимальное количество денег в нашей стране зарабатывает игра, разработанная нашими коллегами и специалистами. Ну, по крайней мере, выходцами из СССР. И никак не совершенно не зарубежные разработчики. Это приятно. То есть, говорится, к тому еще, я просто добавлю такой момент, что надо понимать, что у нас все-таки эта индустрия действительно большая, то есть, да, и она действительно привлекает к себе внимание постоянно, то есть регулярно. И разработчики, они как бы, если их сегодня еще там, допустим, глобально 50 компаний, например, на рынке, я думаю, что через пару лет это будет уже 150 компаний. Ну, довольно много людей сюда приходит, в эту индустрию. Я недавно давал интервью по поводу пиратства. Сейчас попробую коротко его воспроизвести. Да, пожалуйста. Есть вообще проблемы? Да, как бороться? Вот я считаю, что проблемы нет. Все очень просто. Еще 8 лет назад на игровом рынке пиратства было много. В основном пиратели такой популярный проект, как Lineage 2, это фэнтезийное ММО и World of Warcraft. Огромный объем аудитории играли в эти игры. Потом на российский рынок вышел официальный паблишер, то есть официальный компаний, не производитель, компания, которая получила права на предоставление этого контента на нашей территории. И вся аудитория потихонечку перетекла к ним. После этого начали выпускать собственные игры в России производители. Вот Mail.ru выпустила достаточно большое количество хороших, качественных игрушек. И мы что-то сделали, и аудитория перестала играть в пиратские игры. Она практически в них сейчас уже... Понятно, что это остается, но денег там нет. А когда нет денег, ну и смысла с этим бороться нет. То есть качество предоставляемых услуг победило все пиратство в целом. То же самое в принципе, если государство создаст предпосылки, можно сделать и в аудио, и в видео в зонах интернета. Не нужно бороться с пиратством, нужно создавать условия, при котором рынок его искреняет самостоятельно. Вот и все. Я знаю прекрасную историю про Южную Корею, опять же, да? Давай. Когда, насколько я помню, я там был, ну довольно давно уже, неважно, когда я приехал, то есть меня удивило, что вопрос там, а как у вас там с пиратством? Он говорит, а у нас почти его нету. Пять лет назад оно было, потом приняли там законодательные базы, то есть какие-то там условия, плюс объявились сервисы, плюс делали подходящие сервисы и условия. Знаешь, я сразу боюсь, понятно, что за законодательные базы неизвестно, но учитывая, что это Корея, Южная, не Северная. Может быть, к стенке просто, вот тебе и вся база. В Северной, может быть, так было. Вот, и действительно, там никаких проблем в Северной Центре не возникло, то есть рынок был, интернет, скажем так, контента там на уровне там ноля долларов, да, а там через пять лет стал там, грубо говоря, там соизмененным миллиардом. В России вообще во всех нишах принято начинать запрещать и бороться. Вот это вот патологическая практика, и наша страна изменится к лучшему только в том случае, если мы перестанем бороться и запрещать, а будем создавать условия, чтобы рынок себя саморегулировал. Вот. Согласен, молодец. Вот сегодня абсолютно справедливые слова, Антон. Хорошо бы, чтобы нас слышали те люди, кто принимает эти решения. Это было бы замечательно. Так, ну и, уважаемые гости, времени не так много, я попрошу вас буквально в двух словах нарисовать счастливое будущее этого самого рынка, рынка игровой индустрии. Как вы видите его себе, Саш? Ну я думаю, что, скажем так, почти уверен, что динамика рынка там будет все-таки положительной в этом году, процентов-то, наверное, 30-40. Мы будем когда-нибудь конкурентно спасать, хотя понятно, по какой причине мы сейчас... Понимаете, как говорится, если там мировой рынок, там, это игровой, да, это 50 миллиардов долларов, а у нас пока миллиард, в принципе, и такой рынок состоявшийся, он там не так долго у нас происходит, но мы довольно быстро шагаем, и растем там год, там, 30-40-50 процентов периодически, да, я думаю, что догоним рано или поздно. Вопрос второй, говорится, то, что рынок сохранится, да, он там кусок какой-то заберет на себя вот мобильные продукты, 100 процентов, а сколько заберет... Вообще есть мысль сейчас, что все, да, в мобильный телефон, вся жизнь наша постепенно... Он у вас все время с собой, вам не надо никуда бежать с ним, понятно, вот, сколько там будет, к сожалению, мы пока еще не знаем точно, да, но в конце года немножко осталось, увидим, вот, и следующий год он будет по-любому положительный, потому что каналы растут, оператор связи увеличивает скорость доступа, что в мобильном, что в канальном доступе, я думаю, что, в принципе, динамика положительная исключительно, то есть, пока на ближайшие 5 лет на это гарантирует. отлично. Александр оптимист. Ну, дай бог. Можешь разбавить немножко? да, да, у меня другой взгляд. Ситуация в следующем. Во-первых, в игровую индустрию перестали сейчас инвестировать в таком объеме, как это делали раньше, при том, что само производство выросло в цене, поэтому качественных игр будет выходить не очень много, в принципе, вообще. Сама рынок стал очень высококонкурентным, мы раньше конкурировали на своем локальном рынке, а сейчас конкурируем со всем миром. Лобальным уже, я считаю, что рост рынка будет, это неизбежно, просто его темпы серьезно снизятся, и с точки зрения инвестиционной привлекательности он станет менее интересным. Но при этом у рынка, у игрового есть очень интересная ситуация, у него всегда появляются новые ниши. Вот сейчас новые ниши – это мобильные игры, и те, кто в это направление пошли, а пошли и мы, и Mail.ru, я думаю, что все разумные игроки туда пошли, это то направление, которое может дать драйвер роста, существенный, рынку в целом. Спасибо. Уважаемые слушатели, к сожалению, времени не так много, я успею только представить моих гостей, это Антон Аграновский, Александр Фадин, мы говорили о...